друзья всем привет мы на варфейс open cup весна сейчас пообщаемся с еще одним замечательным блогером который снимает рубрики о варфейс и друг также другие представьте пожалуйста ну мы с тобой уже общались наверняка ты уже узнаваем но все-таки лишним не будет и расскажи как дела у твоего канала как рост всем привет друзья меня зовут пётр я известен как доник снимаю варфейс у меня есть несколько известных рубрик которые знают практически каждый пользователь ютуба кто следит за новостями варфейс канал мы занимаюсь уже почти три года за это время я успел набрать 215 тысяч подписчиков основные это рубрики то 5 варфейс шосс где лучшие клипы не ребята скидут я делаю красивую пятерку также пятерка обезвреживание в стиле ниндзя гансинки выстрелы под музыку и еще много других рубрик также я регулярно делаю стримы по 3-4 стрима в неделю и вот вот этим занимаюсь уже на протяжении долгого времени вот так как у тебя цифры выросли мы общались зимой в последний раз по моему да да вот выросло ли количество подписчиков до за последние три месяца у меня наблюдается хороший рост я набрал около 40 тысяч подписчиков за это время и я считаю что лесу для своего канала это весьма хорошая цифра учитывая аудиторию возможности варфейса в целом а с чем связан как ты думаешь этот рост он никак не связан с тем что вот и начал ездить на лан и теперь еще интереснее смотреть видео и материалов больше ну поездки на лан мне дали очень большую мотивацию стимул заниматься каналом я приезжаю после панка по заряжены тем что делать много видео интересных как-то это очень меня мотивирует сильно и раз три месяца сюда я с большой радостью и большим интересом езжу за вот эти последние три месяца мне на канале появилась одна очень интересная рубрика тяжело вообще на самом деле ютуберу на мой взгляд придумать рубрику потому что ее нужно придумать такую чтобы она была первых интересно и еще эксклюзивно и чтобы она захватывала как можно больший поток зрителей чтобы это было интересно всем рубрика называется эксперименты варфейс я беру например оружие все снайперские винтовки не они по характеристикам отличаются по урону допустим один из топовых видосов около 300 тысяч просмотров набрал я проверяю пробивную способность болтовок с затвором снайперов допустим там а x308 убивает 15 человек там альпина 12 такие вот интересные данные об игре узнаю и рассказываю зрителям это очень интересно вот подобранных рубрик я уже выпустил около пяти и все набирают больше 150 тысяч просмотров то есть это очень хорошо вот ну и open cup заряжает мотивации новая рубрика еще есть эксклюзивно на моем канале я единственный среди блогеров варфейс кто зовет в свои видео сниматься родителей серьезно да около пяти видео на моем канале есть где в роли ведущей это моя мама как я топ-5 себя на фоне хромакея снимаю и она ведет выпуски тоже зрители мои очень любят видео где моя мама да также решил для ради интереса сделать видео как мой отец крутит мне коробки удачи то есть он сидит крутит а я рядышком стою мы смотрим это тоже виде очень хорошо зашло набрало 18 тысяч лайков и 330 тысяч просмотров то есть это тоже очень хорошо вот и от как-то пытаюсь что-то эксклюзивное что-то интересное крутое чтобы было максимально интересно всем людям это посмотреть и вот что то такое придумать я считаю довольно сложно вот так с появлением родителей в твоем эфире скажем так увеличилось количество дублей для того чтобы заснять итоговый результат материал ну или наоборот уменьшилась тебе с ними легче ну у меня был опыт с тем чтобы приводить кого-то другого человека в видео допустим это в некоторых видео был были мои друзья с ними как-то попроще бывало что я приводил нескольких девушек с которыми какое-то время общался и к сожалению у нас ничего не получалось потому что ну человек стесняется камеры и не может двух слов связать вот как-то но с мамой как-то попроще она человек понимающий взрослый как бы заучивает слова несколько строчек мы обычно длинный текст они готовы потому что не хотят запоминать тем более большинство слов типа там фраг бомба плент маме да 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 потому что маме эти слова незнакомы да 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 то есть надо говорить там с какой интонации говорить как завершать как надо смотреть в камеру то есть были какие-то проблемы но первый раз мы записывали первые два раза долго то неправильно скажет то что то еще бывало что просто начинаем смеяться потому что что нелепо скажем и начинаем смеяться и долго не можем записать но со временем чем больше ты снимаешь подобное видео тем проще становится от когда я сам снимаю видео я включаю запись мне хватает пяти минут и я просто импровизирую и практически с одного дубля каждый раз я посмотрю видео в голове у меня же примерно информация есть что я скажу об этом видео и сразу записываю мне получается довольно легко но на камеру с ними себя снимаю уже где-то полтора года и как тут опыта есть в этом деле привык поначалу тоже конечно же было страшно на камеру себя снимать не знал как освещать как стоять жестикулировать вел себя неверно сейчас этим гораздо проще а вот говоришь с девушками не получилось у тебя большой город вообще в котором ты живешь я живу в городе барнов алтайский край у нас население составляет 650 тысяч человек нормально как ты думаешь твоих подписчиков много в твоем городе ты вообще знаешь да знаю у меня в реальной жизни ко мне подходила человек пять которые не постеснялись и со мной поговорили были ты ко мне момент фотографировались также регулярно пишут вот я тебя видел на улице там или я у родителей раньше подрабатывал в магазине и даже работа в магазине меня тоже люди узнавали у меня сестра и 12 лет она учится в шестом классе и она говорит что меня знает вся школа то есть как бы аудитория в возрасте от 9 до 16 лет до меня обязательно в каждой школе города обязательно знать несколько человек то есть мне очень много пишут я сборнула давай сделаем встречу последнее время чуть ли не каждый день пишут и как то надо думать над этим вопросом чтобы сделать сходку подписчиков хорошая идея потому что все-таки живое общение она всегда лучше онлайн надо и и вот я к чему веду можно было бы сделать кастинг девушки напарницы которые там периодически появлялась бы с тобой в эфирах но я об этом не задумывался просто я но мое дело она как бы более личное скажем так и я не хочу как-то расширять это как дело как бизнес человеку грубо говоря отдельные деньги платить чтобы как-то в таком плане расширять это прежде всего творчество и допустим я вижу человека га он бы хорошо в камере смотрелся и он бы мог людям понравиться но я не считаю что у меня есть нужда кого-то вот так вот призвать в моей рубрике и так всем интересно тем более мой канал я должен преимущественно себя показывать и просто взделал несколько экспериментов от меня мама ну я считаю она весьма симпатичная стройная выглядит молодой она людям понравилось вот таких попыток на канале немного но опять же это сопровождается большими рисками то есть надо продумать это все понятно а тебе все еще удается заниматься только ну вот в жизни ты занимаешься только своим каналом сейчас оживешь соответственно на этой или ты подумывал о том чтобы с чем-то совмещать с какой-то профессиональной другой деятельности но на данный момент я учусь заочно в университете на четвертом курсе времени у меня сейчас много да я занимаюсь в основном своим каналом по прожиточному минимуму своего города я получаю довольно неплохие деньги и мне ну не с головой но мне на все хватает то есть у меня есть девушка у меня есть друзья родители меня машина съесть у себя недавно купил и как-то у меня на все хватает времени у меня есть одна очень хорошая идея в одном из университетов у нас есть профессиональная студия называется диши с видео и там есть у них своя школа то есть школа видеомонтажа на профессиональном уровне и вот я хочу с сентября туда пойти там курсы длятся 4 месяца 6 тысяч рублей в месяц стоит пройти эти курсы получить бумажку и получается повысить свою квалификацию там режиссура звукорежиссура то есть там все полностью профессионально рассказывается и с когда придут обучение план качества моего контента канале резко вырастет вот такие то у меня планы да потом возможно вырасти выше своих преподавателей преподавать в этой же школе кстати ты мог бы ну может быть я к ним естественно приду у меня будет свой большой багаж знаний и опыта потому что я занимаюсь долго своим каналом умею монтировать видео тоже какие-то навыки есть изучал и я думаю они я к ним приду они меня сразу заметят и сообщение думаю сразу будет хорошая и у них есть возможность остаться работать в этой студии и я думаю почему бы нет то что это мое любимое дело то что я люблю монтировать видео снимать мне это нравится и вот я с этим хотелось бы связать свою жизнь а не просто высшее образование допустим куда на бюджет взяли я вообще учился на агронома ну мне как городскому парню все в обороты земля агрономия да это совсем не мое ну вот ты снимаешь рубрики только о варфейс правильно я понимаю то есть ничего не других игр у тебя не присутствует ты не опасаешься что рано или поздно эта игра перестанет давать тебе материал почву для размышления почву для рубрик и развития что дальше будешь делать или все-таки она необъятная и ты видишь еще большой потенциал в том чтобы заниматься именно варфейс на данный момент я вижу железобетонный потенциал года полтора заниматься варфейсом у меня уже сейчас есть идеи куда можно податься дальше есть много других игр которых я разбираюсь в которых меня также знает аудитория но последнее время игры меня стали интересовать меньше потому что сидеть на дом в том же как-то тяжеловато есть несколько очень известных каналов которые где человек обозревает посылки из китая возможно вы знаете как китай бога га там еще что то вот они снимают видео там желе или какие-то магнитные кубики вот что то что у нас не купишь барнули в магазинах и то что людям очень интересно посмотреть у этого парня на каждом видео больше миллиона просмотров и у меня есть мысли где-то месяца через три-четыре начать свой такой канал например что-то уже в плане блогов не игровые видео ну и у меня за плечами большой багаж поэтому в какую степь ютуба я бы не подался думаю мне не не составит труда и не потребуется да и много времени на развитие уже не уйдет потому что я уже вдоль и поперек все это дело знаю то есть я не опасаюсь того что я упаду на дно но если даже упаду то это подлится не больше трех месяцев ну что ж любопытно будет посмотреть куда ты куда это все приведет вот навсегда рада будем увидеться и в заключении как обычно ты можешь обратиться к своим подписчикам передать привет и пожеланий и в общем я передаю привет все своим подписчикам привет братюни и сестры не хочу передать привет своей маме потом покажу обязательно видео ну ребята подписывайтесь на канал гудгейма отличная стримерская платформа подписывайтесь на мой канал с вами был доник спасибо большое за интервью всем пока